Трагедия произошла во время загрузки маслом одного из КАМАЗов. По словам сотрудников компании, сначала они услышали странный хлопок, а потом произошло возгорание. Оператор наливной станции 1991 года рождения погиб на месте. Пострадали также еще один рабочий завод 1985 года рождения и 49-летний водитель грузовика. Вызов на оперативный пульт 101 поступил в 20.09. На место трагедии пожарные расчеты прибыли в 20.30. В 20.39 возгорание было локализовано, в 20.40 полностью потушено. На месте происшествия работали 45 человек личного состава. Пожара как такового не было. После хлопка масло вспыхнуло факелом, но пламя не распространилось. Сейчас на месте происшествия работает наша лаборатория. Рассматриваются несколько возможных причин возгорания. Среди них курение сотрудников компании во время погрузки масла, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Точные причины установит экспертиза. Компания Hill Corporation в течение шести лет занимается выпуском автомасел. Это первое ЧП такого масштаба на производстве. По словам представителей товарищества, трагическое происшествие случилось во время подготовительных работ перед загрузкой ГСМ в цистерну. Этот случай также будет разбираться руководством компании, но помощь пострадавшим сотрудникам будет оказана в полном объеме. В этот момент осуществлялись проверочные мероприятия транспортного средства. То есть, когда транспорт подается под погрузку, оператор сначала осуществляет его технический осмотр, прежде чем приступить к погрузке. И в этот момент все и произошло. Работодатель, в принципе, уже оказывает пассивную финансовую помощь пострадавшим сотрудникам. Все будет в соответствии с трудовым законодательством и гражданским. Работодатель также застрахован. Будет осуществлена страховая выплата. Мужчины, пострадавшие во время происшествия, в крайне тяжелом состоянии. С многочисленными ожогами водитель большегруза и второй оператор станции госпитализированы в ожоговое отделение областного центра гиперборической оксигенации. Вчера, 21 декабря, в 9 часов вечера, нам привезли двое больных из производственной зоны. Состояние больных очень тяжелое. Они получили тяжелый ожог. У одного, значит, процент составляет 35% поверхности тела, у другого 95%. Это тяжелый ожог. Они находятся в настоящее время в ожогном шоке, в реанимационном отделении. По словам врача, медики прикладывают все усилия для спасения пострадавших. В отделении есть все необходимое оборудование и медицинские препараты для лечения. Мужчинам проводится интенсивная терапия с использованием всех необходимых препаратов. К расследованию происшествия приступили и полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан нарушения правил охраны труда. В данное время проводится досудебное расследование. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования и Мишинского отдела полиции. О первых результатах расследования станет известно уже в ближайшее время. Даня Архудайбергенов, Гани Бегтемисов, Роман Примкулов, информационная служба, телекомпания.